Пам-пам, у микрофона Карина. Сегодня хочу рассказать об игре The Punisher, которая вышла на NES и изданная LGN. Эээ, не спешите выключать, не все игры LGN были сплошной хуйней. Ну помните там Alien 3? Это же шедевр! Ну вы же помните эти ёбаные лабиринты, которые надо заучивать? А, нет, стоп, музыка, точно! Там была отличная музыка, пугающая атмосфера, стопроцентный шедевр. Теперь, когда у вас не осталось предрассудков к LGN, потому что я была пиздец какой убедительной, вернемся к Punisher. Сам жанр игры довольно необычный для NES. Это шутер от третьего лица. Камера медленно двигается вдоль уровня. Если бы камера перемещалась вперед, это было бы похоже на 3D Wallers of World Runner. Вы же помните 3D Battles of World Runner? Эти ёбаные прыжки через пропасти! И насколько захватывающе было играть в относительном 3D окружении! Шедевр! А, ну да, Гаратель! По геймплею может показаться, что эта игра будет работать с пистолетом, но нет, только геймпад. Основным местом действия игры у нас будут районы и кварталы Нью-Йорка. В игре можно выбирать, на какой уровень пойти сначала, а на какой потом. Да не все уровни можно выбрать. Но это дает неплохой шанс натренить уровень, с которым у вас проблемы. Практически все окружение в игре разрушаемое. Собственно, почти все можно разнести к ёбаной матери. Это редкость в играх даже сейчас. В той же GTA V гораздо меньше объектов, которые можно уничтожить. Кроме того, на уровнях можно встретить Джазмена, похуиста, который играет в Джаз, несмотря на то, что возле него идет перестрелка. Убитые падают десятками, свистят пули, рвутся гранаты, ну, ему вообще похуй. Он и не будет не то что убегать, а даже прекращать играть. Кстати, на уровнях попадаются газеты, взяв которые можно почитать новости. А еще на уровнях есть проходы в секретные уровни. Патроны в игре медленно восстанавливаются. Это на самом деле классное решение. Кто играл в Мэтт Сити с конами, помнит, что нехватка патронов там была основным источником смерти на тир уровнях. Каратель же более казуален к игрокам. Боссы в игре довольно интересны. Есть даже вот здесь внимание в босс-вертолет. Не ожидали? Некоторые боссы могут подбегать к вам, и тогда игра с шутера превращается в файтинг с двумя ударами. Когда я первый раз играла, я охуела в этот момент. Такого неожиданного поворота я не ожидала. Короче, рекомендую. Игра несложная, с выбором уровня, множеством проработанных деталей, разнообразным наполнением уровней. К тому же она не длинная. Если любите шутеры, то однозначно стоит сыграть. Всем пока!